Продолжение следует... 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 является, первое, стабилизация экономики, второе, именно поддержка развития малых и средних предприятий и их интеграция в экономику, и третье, такое, более общее направление, повышение, первое, население в экономических техниках, вручная экономика. Ну, и немножечко по всем направлениям я расскажу, ну, потому что та информация, какая сегодня, есть на сегодня. Значит, первое направление – это стабилизация экономики. Это направление, оно, как бы, будет уделять внимание тем мероприятиям, которые могут как-то быстро, оперативно и эффективно, быть эффективно реализованы. Ну, что здесь? Здесь, во-первых, вот то, чем мы занимаемся сейчас, это помощь тем бизнесам, которые пострадали в результате вооруженного конфликта. То есть мы на сегодня, мы уже ездили по Донецкой, по Уганской области, искали те объекты, которые действительно пострадали в результате конфликта, то есть разрушенные здания, кто-то потерял оборудование, кто-то потерял какие-то зеленые материалы, кто-то потерял рынки сбыта, это все считается пострадавшее в результате конфликта. И поэтому, ну, на самом деле, мы обращались и к органам власти, то есть мы обращались и к администрациям, и Донецкой, и Кулганской, вот, пытались найти такие объекты. И, ну, к сожалению, могу сказать, что практически вот объектов малого и среднего бизнеса, вот, мы не получили практически никакого объекта, мы не получили никакую информацию. На сегодня, вот, поэтому мы вот приходим на такие мероприятия, мы размещаем информацию на сайте, чтобы вот, вот, малый и средний бизнес нас услышал. То есть рассказываете, да, вот, вашим коллегам, партнерам по бизнесу, что этот проект начинается и что он будет работать. И мы будем, пока у нас нет ни сайта, пока у нас нет, нет возможности доносить вам информацию, поэтому со временем все это будет. И проекты будут в течение всех 5 лет, то есть будет перманетно, скажем так, проходить этот отбор объектов, то есть какие-то объекты отобрали, ну, там, на конкурсной основе что-то сделали, отбор будет все равно продолжаться постоянно. Ну, это вот первое направление, то, что я вам сказала, разрушено. Второе направление – это именно поддержка развития малых и средних предприятий и их интеграция в экономику. То есть в результате реализации проекта предполагается предоставлять помощь малому и среднему бизнесу, налаживать какие-то контакты и с учреждениями, и образования, и теми университетами, которые переехали, и помочь интегрироваться местному бизнесу в, так сказать, в отраслевые и попросивые региональные какие-то программы. То есть повышение квалификации работы. То есть это такое направление будет. На сегодня в этом направлении на поддержке малого и среднего бизнеса определены тоже какие-то, ну, вот, несложные направления, которые на сегодня выбраны – это сельское хозяйство. Ну, изначально это было мед, ну, сфера мед и овощеводства. Возможно, эти сферы тоже будут расширяться. И, значит, это сельское хозяйство – это первое. Второе – это сфера IT. И третье – это промышленность. То есть, ну, вот на сегодня это три сферы, которые уже как-то там проанализированы, то есть проведен предварительный анализ на этих сферах. Но это не факт, что, ну, кроме этого больше не будет никакой помощи. То есть однозначно будут, будет расширение этих сферы. Ну, вот, я думаю, что получив какую-то обратную связь и от вас, мы тоже будем рассматривать вот возможности реализации каких-то проектов. Какая это будет помощь малого и среднего бизнеса? То есть оно тоже будет разнообразное. Это будут и какие-то там соинвестиции в оборудование, и консультации с экспортами по расширению рынков с бульта, участие в отраслевых ярмарках, обречение доступа к кредитам, возможно, погашение части кредита, лизинг. То есть сейчас это все только нарабатывается. То есть сейчас прописываются условия, разрабатываются, скажем так, условия участия в конкурсного отбора. То есть это сейчас только все в процессе. Кроме того, еще одним направлением, которое для проекта на сегодня выбрано важным, это компонент профтехобразования. То есть хочется помочь работодателям, которые, допустим, у них есть какое-то желание разработать либо свои программы, либо отраслевые программы подготовки кадров. То есть понятно, что сейчас это очень важно на территории Донецкой, Луганской области. Поэтому проект будет работать и с вузами, и с училищами, и именно по актуализации программ в отношениях к тем условиям, которые есть уже сегодня. Потому что наверняка то профтехобразование, которое есть сегодня, оно не готовит тех кадров, которые востребованы в регионе. Ну, то есть вот эти основные направления, которые на сегодня есть, мы понимаем, что все только начинается. Все только начинается. И мы надеемся, что у вас тоже будут идеи, будут какие-то предложения, которые мы все готовы, мы готовы рассматривать. На этом направлении это зеленое экономическое будущее для Восточной Украины. Ну, здесь ведут, это такое направление, здесь мы будем сотрудничать с объединенными территориальными громадами, здесь мы будем контактировать с массовой информацией, показывать те положительные, успешные мероприятия, которые есть по развитию бизнеса. Ну, особое внимание, конечно, бизнес будет уделять и внутренне отременещенным особам, молодежи, незащищенным своим населением. То есть это тоже будет все в процессе работы правильного. Ну, поэтому, что вам еще такое, хочется сказать, что офис у нас находится в Краматовске, уже мы приехали в постоянный офис, адрес Павдана Хмельницкого, 11, это тут в центре. Еще два небольших офиса будет в Северодонецке и в Мариуполе. То есть будет достаточно много интересной работы и интересных контактов, поэтому, ну, вот та информация, о которой я хотела вам рассказать, это все. Если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. И так получилось, что о том, что сегодня я здесь, я узнала вчера уже после обеда, должен был быть руководитель менеджер проектов, который мог курировать поддержку развития малых и средних предприятий, Крамен Мариуполский. Это хотел бы четче понять, если там много, ребята, действий, там область, там, витериальное у вас есть составляет, есть ли у вас какие-то фонды, которые вы будете выделять, свои фонды со основами, гранты. Я же сказала, будут гранты. Сейчас просто прописываются условия участия в конкурсе. Вот, с чего-то там будем начинать. Да, вот мы сейчас, вот что первое, то, что я вам говорила, мы сейчас очень активно работали по первому направлению, там, где восстановление бизнеса, пострадавших во время конкретной ситуации. Мы уже там отобрали предварительно ряд объектов, мы посетили там несколько городов. Вот, сейчас идет эта работа, но параллельно по второму направлению, где вы project manager, правильно, Мариуполский, сейчас там тоже прописываются все условия, и всю информацию будем доносить по мере возможности, либо через сайт такого промышленной палаты, мы очень славотворно сотрудничаем, либо уже в скором времени появится и наш сайт, через странички в фейсбуке, то есть будем стараться доносить вам эту информацию.